Почти месяц под открытым небом в борьбе с водной стихией провели воспитанники Сибирского кадетского корпуса. На акватории у Обского водохранилища завершился ежегодный шлюпочный поход «Заря Победы». С юными мореходами на одной из стоянок встретился Станислав Длинов. Лагерь мореходов находится на одном из островов Обского водохранилища, поэтому остаток пути мы проделываем на шлюпке. Вот ребята приплыли за нами на берег, и, кстати, встречаемся мы с ними в историческом месте. Именно здесь были разбиты в войсках Анна Кучума во времена Ивана Грозного, что, собственно, и поставило точку на своение Сибири. Отойдя от берега, на шлюпке ставят паруса, чтобы сэкономить силы грибцов, пока можно отдохнуть и рассказать о приключениях, которые пришлось пережить в походе. Шли мы на вёстах, вот вон то место. Слышу я, кто-то кричит. Как оказалось, человек просил о помощи, его лодка ушла в кювет, и он вылетел из неё. При этом лодка ушла по течению. Ничего не оставалось, как только кричать, звать на помощь. К нему подошли, забрали. Слушай, вёст, лодка. Шабаш. В лагере мореходов – флотский порядок. Руководители рассказывают, преподают ребятам сложную науку выживания в непростых условиях. И поход – это не отдых, а настоящее испытание. Учим их самостоятельность. Мы их учим самим принимать решения, самим действовать, чтобы, попадая в условия дикой природы и выходя из зоны комфорта, они не испытывали стресса. Чтобы для них это было обычной жизнью. Ну и вообще, воспитываем в первую очередь, конечно, мужчин. Три недели ребята идут вдоль берегов Обского водохранилища. Поднимаются против течения от Новосибирска до Камня на Аби, а потом обратно. Андрей Муртазаев впервые пошёл в поход прошлым летом в обмен на новый телефон от родителей. В этом году уговаривать уже не пришлось. Пришёл, удивился, похудел, накачался, решил второй раз пойти. Вроде довольны. Мазуль-то есть трудовые? Конечно. Куда же без них. В походе под влиянием трудностей ребята начинают по-другому смотреть на жизнь и понятия дружбы, взаимовыручки и товарищества для них уже не просто слова. Станислав Блинов, Александр Миняйл, Александр Ведерников. Новости ОТС.